окей в этом уроке мы с вами пройдем такую тему как создать блюпринт часов у меня такие часы вот это один объект стрелка секунд вот стрелки минут и стрелки часов 4 объекта всего так и все они у всех пивот находится в нулевых координатах так экспортировали то есть выделяем и объекты экспортируем нулевых координатах так туда куда надо так я это уже сделал я не буду еще раз так делать у них есть второй канал и вишек на всякий случай упс вот для light map так и давайте посмотрим так не здесь давайте зайдем материал тесты вот так и вот они выбираем 4 импортируем сюда а потом бросаем просто так потому что они находятся в в одних и тех же координатах они просто станут на свои места окей вот так вот так для начала делаем создаем папку new folder назовем бп можем называть вот так вот либо полностью blue print вот и делаем так правой кнопкой мыши сюда нажимаем и blue play blue print class actor пишем bp калак вот такой белый шарик в мячик так сюда нужно загрузить наши объекты и они вот они так это компонент а вот таких мышь мульти ассет то есть то что мы выбрали загружает сюда только почему-то они находятся в иерархии эти не врут почему непонятно они должны быть наоборот оттач вот так вот должно быть так скорость пониже добавили и теперь заходим и вент брат удаляем вот эти штучки так я пока включу себе подсказку как это надо было делать пимс вот такая у нас схема так теперь делаем создаем ноду now отсюда достаем ноду так get get hour то есть hour то есть или как там час в общем хотя нет вот это формате 24 то есть то есть циферблат у нас будет 24 часов но нам нужен 12 часов поэтому делаем по-другому нет а 12 вот так вот теперь достаем минуты get minute вот теперь get get second вот так вот так для начала делаем следующее так мультиплай умножение достаем то есть мультиплай мульти так интеджер вот интеджер флот тут значение 0 меняем на 60 отсюда достаем плюс плюс со флот то флот вот вот они флот они как бы зеленые а вот интеджер они такие бирюзовые голубенькие такие так дальше идем умножение так хотя нет надо сначала вот где отменит на соединить с этим м следующая мультиплай 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 вот вот так вот значение делаем 60 достаём отсюда плюс плюс вот так вот seconds теперь достаём нуду мультиплай опять мультиплай флот флот тут надо умножить на 0,00833344 тройки в общем вот это значение сейчас покажу так на вот это значение умножаем так идемте дальше нода make рейт вот этот поворачиваем по пазету следующее нода set рейт 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 какой объект это будет объект нет не лапси рейт рейтин рейтин а не лакейшин хауэр до часы соединяем ню рейтин это вот и теперь тут создаем event event tick так соединяем тут более делаем более так компактнее теперь разобрались с стрелками часов теперь разберемся с стрелками минут так мультиплай мультиплай integer to float вот этот значение тут делаем 60 так плюс плюс флота float так вот теперь еще мультиплай мультиплай флота флот значение 0 или 1 то есть 0.1 теперь дополнительная нода вот это копируем зато опять так простите еще дополнительная нода сет ой сет релей див ротейшн мин ц вот минута соединяем с ню ротейшн надо отсюда вывести соединение вот так вот вот теперь следующее разберемся с секундами мультиплай мультиплай интеджер интеджер флот вот так вот и значение 6 и выводим а то есть make rotate копируем control w значит тоже по z у сет relative rotation seconds вот так new rotation и вот так вот соединяем вот все готово вот такая вот схема для создания часов которые будут показывать часы время на компьютере вот так вроде все надо надо нажать теперь компайл сейф и закрываем это окно так вот эти объекты они нам не нужны не так надо достать blueprint вот он так теперь можем нажать просто то есть play либо simulate просто вот время показывает то что у меня на компьютере а два часа нет 4 часа 37 минут вот так вот это первый вариант и делаем второй второй вариант так duplicate давайте вот это переименуем как bp clock кпу то есть pc можно так который показывает время на компьютере а теперь сделаем так дублируем которую w не писи а game time вот тут надо сделать маленькие изменения так game time тут надо удалить вот этот get second тут надо создать ноду get game time а а инс вот так вот и соединяем с значением вот сюда тянем соединяем вот вот так вот все охранили сохраняем сейф вот вот второй так давайте нажмем simulate и я расскажу в чем в чем разница так первый он показывает время на компьютере так давайте посмотрим вот по секундам это идет нормально а 2 время показывает секун а время компьютера берет но секунды как как в игре да в чем плюсы а вот то есть минусы а у этих часов у этих часов есть косяк когда вы делаете визуализацию cinematic когда вы делаете захват выводите gp картинки а он у вас будет как бы компьютер будет тормозить и в итоге вы получите очень быстро идущие секунды так 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 потому что как бы когда ангел захватывает картинки и выводит и в gp он немножко тормозит а время то идет компьютера и ангел думаешь что надо обязательно показывать время часов на как мы запрограммировали и поэтому стрелки будут идти несколько раз быстрее вот это его минус но в целом когда вы просто смотрите это это этого вполне достаточно вот а вот вот эти часы специально созданы мною чтобы было нормальные секунды во время визуализации в секвенсере вы получите нормальные идущие секунды как положено и у вас будет нормальный результат конце когда вы получите jpeg файлы и увидите в конце но когда соберете кадры в автор эффекте например вот 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 такие вот часы так еще кое-что надо затронуть одну тему так сохраняем так сейфов заходим цену так да точно надо было сделать стоп так вот эту цену я хотел бы сделать следующим образом так 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 курант сейф курант с сделаю так клок 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 бипи сейф сейф 3 немножко подождем 4 4 5 в вот эти статичные объекты 10 мы удаляем на этой карте и ставим наш гейм тайм часы так 90 градусов вот так вот поворачиваем вот так вот примерно когда я нажму simulate и часы идут все круто так нужно сделать билда но нужно сделать следующее еще важно знать когда вы делаете билд для анимированных объектов надо делать дополнительный волю чтобы они не отлить особо отличались гаммой и цветом от запеченных объектов тут надо сделать в волюм character in direct detail в волюм вот этот где ты так он слишком большой что лечо так давайте скопируем позиции у этого объекта у блюпринта и поставим сюда вот вот этот волюм немножко сделаем то что мир и сюда чтобы вот этот валюм обхватывал весь объект вот так вот чуть-чуть побольше делаем 40 например и высоту тоже например 40 нет 80 вот так вот этот валюм поможет нам делает объект не так отличающимся от остальных объектов потому что статик объекты когда запекаются light map и они смотрятся по-другому чем они объекты movable режиме чтобы помочь чтобы снизить как бы отличие создается такой волюм character in direct detail волюм называется ну вот теперь надо нажать build подождать 6 часов и у нас будет нормальные часы и идущие которые при визуализации через sequence а секвенсер будет идти правильно вот так вот окей все на этом пока